Антикоррупционная служба рассказала о расследовании в отношении бывшего главы Минкульта и директора Национального музея Растанбека Мухаммедиолы и других лиц по фактам хищения бюджетных средств в особо крупном размере и злоупотребления должностными полномочиями. Предварительная сумма ущерба государству по расследуемым уголовным делам составляет порядка 7 миллиардов тенге. Ранее антикоррупционная служба заявляла, что проводит расследование в отношении должностных лиц Национального музея. Тогда их подозревали в хищении бюджетных денег в размере 146 миллионов тенге во время подготовки к международной выставке шествия золотого человека по музеям мира. Теперь появились новые факты и сумма ущерба выросла. По данным антикора, бывшего главу Минкульта подозревают в хищении крупной суммы. Расследование проводится по фактам хищения бюджетных денег, выделенных на сканирование национальных сакральных объектов и музейных фондов. Также речь идет об о цифровке киноколлекции. Но и это еще не все. Подозреваемому припомнили работу в Минкульте. Кроме того, проверяется причастность Мухаммедиулы к незаконной передаче в период нахождения в должности министра культуры и спорта, собственность родственников и аффилированных лиц, Республиканскую школу высшего спортивного мастерства по водным прикладным видам спорта, акционерное общество «Казахт-энциклопедиасы» и Казахский научно-исследовательский институт культуры. Сам экс-министр заявил, что все это следствие интриг. Пресс-служба музея также заверяла, что деньги были потрачены по назначению, а значит хищения не было. На странице Арстамбека Мухаммедиулы в фейсбуке есть его видеообращение к президенту Токаеву. В нем 59-летний экс-министр назвал проверку музея необоснованной, но в антикоре назвали конкретную сумму ущерба. Предварительная сумма ущерба государству по расследуемым уголовным делам составляет порядка 7 миллиардов тенге. Срок содержания под стражей Мухаммедиулы продлен до 4 месяцев, то есть до 26 сентября текущего года. По словам самого Арстамбека Мухаммедиулы, некоторые люди до сих пор пытаются чинить ему препятствия. Несколько лет назад были похищены деньги, выделенные на съемки фильма «Феникс», к чему был причастен актер Тонгш Пажаманков. Он до сих пор рассматривает меня как врага, делает различные заявления, без устали жалуется на меня в различные структуры, поделился своим видением происходящего экс-министр.